21 января аэропорт Симферополя отметил свой день рождения. Уже 83-й идея его создания появилась еще в 1936 году. Тогда он осуществлял рейсы только в Москву. Со временем самолеты стали летать в Харьков и Киев. Во время Великой Отечественной войны гражданские летчики помогали вооруженным отрядам в доставке необходимого снабжения. На его базе был сформирован так называемый Черноморский авиационный отряд, в который вошли летчики и самолеты гражданской авиации, которые уже работали в интересах военного ведомства. И в том числе занимались эвакуацией и доставкой войск раненых, продовольствия продуктов в Севастополь. И уже позднее занимались снабжением по воздуху партизанских отрядов, действовавших в Крыму. В 1957 году сдали в эксплуатацию здание аэровокзала. В воздух выходили самолеты Ил-12, Ил-14, вертолеты Ми-6. Позже в ведомства поступили более современные аэробусы. Это старый терминал всем известного Симферопольского аэропорта. Так сказать, дедушка крымской гражданской авиации. В 1991 он уже был одним из крупнейших на юге Советского Союза и пропускал через себя до 5 миллионов пассажиров. Правда, после окончания советской эпохи пассажиропоток аэропорта снизился. Не мудрено. Перестройка, новое государство и не самое лучшее финансовое положение. И тем не менее работал. Принимал не только внутренние, но и международные рейсы. В апреле прошлого года аэропорт полностью сменил свой облик. Неподалеку от старого терминала построен новый, величаемый в народе, как Крымская волна. Бесспорная гордость полуострова. Новый аэропорт построили всего в 12 километрах от старого. Ныне не действующего. Ведь ресурса предыдущего здания просто не хватало. С 2014-го пассажиропоток увеличился в разы и достиг собственных успехов еще советской эпохи. Теперь же новый терминал – один из красивейших объектов Крыма. Он оборудован современной техникой, а его внешний вид и интерьер по праву впечатляют туристов. Очень красиво, особенно с внутренней стороны. Прям здесь я еще не осмотрелась, но впечатление очень хорошее. Так светло, и персонал хороший, и аэропорт поздравляю с днем рождения. Пусть он процветает дальше, и чтобы пассажиры любили, авиапассажиры любили ваш аэропорт. Аэропорт нравится крымчанам и гостям полуострова. Снаружи – это Крымская волна, внутри – это зеленый лес и сад. Первое, что бросается в глаза, заходя в здание, – это зеленая живая стена. Она не просто большая, она невероятно огромная. Красота – это лишь одна из составляющих перерожденной гавани. У аэропорта огромные планы и перспективы. Он не только уверенно справляется с рейсами из более 60 направлений, но и готовится принимать еще больше самолетов, вне зависимости от погодных условий. Мы фактически строим новую взлетно-посадочную полосу на месте старой, которая когда-то в 2000-х годах еще была выведена из эксплуатации. В силу того, что она была изношена, в силу того, что она была короткая и не позволяла принимать все современные типы воздушных судов. Поэтому на сегодняшний день работы ведутся в активной фазе. Новая взлетно-посадочная полоса позволит нам принимать воздушные суда практически при любых метеоусловиях. Она будет третьей категорией. Это означает, что командирам воздушных судов больше не придется уходить на запасные аэродромы в сезон туманов. В нашей съемочной группе удалось познакомиться со старейшиной Симферопольской аэрогавани. Сергей Дроздов работает здесь с 1984 года. Уже 35 лет он следит за тем, чтобы в отправляемых воздушных судах все работало как часы. Мы производим послеполетный осмотр воздушного судна. Для чего это делается? Для того, что самолет подвергается очень многим физическим воздействиям. Это и различные температуры, это вибрации и так далее. В прошлом году Сергей Павлович был награжден почетным званием ветеран Международного аэропорта Симферополь. В его работе нет права на ошибку и невнимательность. Важна каждая деталь. Мы видим колеса. Вот резина, возможны порезы, какие-то порывы. Потом осматриваем, чтобы, естественно, колесо было не спущенное. Действующий терминал способен пропустить 6,5 миллионов пассажиров в год. А ежедневно тут трудятся более 2000 человек. В летний период количество сотрудников увеличивается. За 83 года крымский пилотаж вышел на высочайший уровень. И, как говорят сами пилоты, чем лучше авиация, тем сильнее нация. Инвера Близис, Рамазан Алевапов, Магомед Нестуров, телеканал Миллет.